Добрый вечер, в эфире Вести Карачаева Черкесия, с вами Мурат Женкёзов. Сегодня в столице Карачаева Черкесии стартовали трехдневные выборы в представительные органы местного самоуправления. К концу текущей недели в Черкесске и Карачаевске определят новые составы городских дум, а в Абазинском районе и Уст-Джигуте назовут тех, кто вошел в списки советов депутатов. За ходом голосования в первый день выборов наблюдал наш корреспондент Артур Мхце. Более 40 избирательных кампаний, по результатам которых определяются обладатели 461 мандата. В Карачаево-Черкесии начались трехдневные выборы в составе дум Черкеска и Карачаевска, а также в Советы депутатов Абазинского района и города Уст-Джигуты. Первыми сегодня в 8 утра открылись 52 участка региональной столицы. Прошло открытие, все хорошо. Наши первые избиратели уже подошли к этому времени, проголосовали. Для того, чтобы прийти и проголосовать, нужен паспорт, заставляющий его личность и желание. У нас в Черкесске достаточно конкурентная кампания, участвуют 7 политических партий, распределяться будет 33 мандата. На каждый мандат претендует более 4 человек, поэтому мы ждем интересной конкурентной борьбы. И я надеюсь, что после 8 часов 11 сентября, когда мы начнем подводить итоги, мы узнаем с вами, как будет выглядеть городская дума города Черкеска. Несмотря на то, что сегодня был полноценный рабочий день, некоторые все же нашли время, чтобы проявить свою гражданскую позицию. Среди пришедших на избирательные участки в Черкесске председатель регионального парламента Александр Иванов. Будем надеяться, что за те 5 лет, на которые избирается наша дума города Черкеска, каждый житель республики, он на себе почувствует те улучшения, которые должны произойти. Региональная столица – динамично развивающийся город. Здесь многое еще требует улучшения. И очень важно, чтобы пришедшие в думу люди понимали, что необходимо обустроить для комфортного проживания и реализации социальных прав населения. В частности, сделать город куда более приспособленным для маломобильных граждан, которым не придется для волеизъявления преодолевать десятки ступеней наверх, как в отремонтированном здании республиканской библиотеки. Что касается хода избирательной кампании в Черкесске, то определить новый состав муниципальной власти смогут более 83 тысяч горожан. В Карачаевске и Абазинском районе выборы пройдут в выходные дни – в субботу и воскресенье. В Усть-Жигуте и некоторых сельских поселениях ограничатся последним днем текущей недели. Артур Махце, Али Бастанов, Вести, Карачаево-Черкесия. Избирательные участки в Черкесске открыты и работают бесперебойно. Сегодня в штабе общественного наблюдения за выборами прошел первый брифинг. О его работе рассказали председатель общественной палаты Карачаева-Черкесии Елена Лешова и старший научный сотрудник Института гуманитарных исследований Фаина Куршева. Опыт последних избирательных кампаний показал, что работа общественной палаты и подобная открытость помогают проводить выборы без каких-либо происшествий. Напомним, что избирательные участки будут открыты с 8 утра до 20 часов. Выбираемых депутатов городской думы 33 депутата. У нас 7 партий заявлены на эти выборы. 7, соответственно, партий представили своих кандидатов. Голосуем мы по пропорциональной избирательной системе, то есть не за отдельного кандидата, а за списочный состав. Выбираемых 33 депутата. Поэтому я призываю всех прийти на выборы. Модераторам 5 раз в день от общественных наблюдателей поступает информация о том, как на текущий момент проходят выборы, есть ли какие-то внештатные ситуации. В настоящее время таких ситуаций нет. Все хорошо, все спокойно. Визит в нашу республику президента Республики Абхазии Аслана Абжания продолжается. В ауле Эльбурган он встретился с общественностью. О том, как прошел прием высоких гостей, какие вопросы и темы были подняты на мероприятие, расскажет Альбина Ламкова. И мы хотим, чтобы мы гордились достижениями в экономике, в политике, в культуре, в науке нашей Солнечной Республики, страны душепственных. Чтобы мы гордились. И для этого есть все условия. На встрече приняли участие представители абадинских общественных организаций не только из нашей республики, но и Ставрополья. Деятели культуры, депутаты и главы сельских поселений абадинских аулов, а также добровольцы, которые в 1992 году отправились из Карачаева-Черкесии на защиту Абхазии. От одной матери народ. Мы себя не разделяем, хотя нас разделил хребет. Мы себя не разделяем, мы чувствуем себя братьями. Поэтому я не могу сказать, что к нам приехали в гости. Затем ко всем с приветственным словом обратился президент Абхазии Аслан Бжани. Он отметил, что поездка в нашу республику планировалась намного раньше, но из-за ковидных ограничений пришлось перенести долгожданную встречу. Я чувствую биение сердца каждого из вас. Я в каждом из вас вижу родного человека. Ну, Абхазия, как молодое государство, переживает, конечно же, болезни роста и становления абхазской государственности. При этом все идет в правильном направлении. Очень важно, чтобы наше общение было более интенсивным. Важно, чтобы с измольства наши дети понимали, что мы представляем один народ. На встрече состоялась и церемония награждения. Из рук Аслана Бжани Азрета Таршау получил орден Ахазапша за заслуги перед республикой Абхазии в период Отечественной войны народа Абхазии. А званием «Заслуженный артист республики Абхазия» награждена солистка Государственного театра танца Корчаева-Черкесии Алина Тарасунова. Она выразила безмерную благодарность Аслану Бжане за высокую оценку труда и полученное звание. Не раз бывали с театром танца на гастролях. Всегда очень теплый, радушный прием. Большое спасибо. На самом деле страна души, которая всегда ярко принимает нас и ценит наше искусство. Встреча для всех стала плодотворной. Были не только подарки, приветственные и благодарственные речи, обсуждение целей на будущее. Но и поднялись проблемы, были обращения с просьбами. Был у нас боец, самый молодой боец из Корчаева-Черкесии. К большому сожалению, он погиб на войне народа Абхазии. Увековечить его память на звам дну из улиц города Сухума. Это Куджев Мурат. Я вас услышал. Мы этим обязательно, обязательно порадим займемся. Затем Аслан Бжания провел более тесную встречу с добровольцами, ветеранами Отечественной войны народа Абхазии и семьями погибших. Альбина Ламкова, Мухаммед Ашибоков. Вести. Карачаева-Черкесия. Абазинский район. Сейчас время прогноза погоды. После мы продолжим выпуск. Карачаево-Черкесия. Температура воздуха ночью плюс 8, плюс 10. Днем плюс 22, плюс 24 градуса. Атовая база «Жасмин Текстиль» предлагает в широком ассортименте приданное для невест, постельные принадлежности, полотенца и многое другое. Скидка 30% на все. Наличные и безналичные расчеты, а также кредит. Черкесск, улица Октябрьская, 321-Б. Телефон 8-938-030-30-50. Окна в рассрочку. Оконный комбинат. 8-938-333-90-00. Впервые в СКФО. Международная выставка Минводы Агро с 14 по 16 сентября. Приглашаем всех аграриев Северного Кавказа. На одной площадке более 150 производителей и поставщиков. Десятки образцов сельхозтехники, агрохимия, ветпрепараты, корма. Выставочный центр Минводы Экспо. 14 и 16 сентября. Получите бесплатный билет на выставку на минводыакро.рф. 12+. Экология – дело каждого. Под таким названием в 7-й школе Черкесской прошел открытый урок с участием сотрудников Росприроднадзора Республики. Мероприятие проходило в рамках Всероссийской экологической акции «Поделись знанием». Подробности у Али Баташева. Экология – это наука о законах природы, о взаимодействии человека с природой, о законах, в рамках которых происходит охрана окружающей среды. Охрана окружающей среды – это вопрос выживания человечества. Исчезновение редких видов растений и животных, глобальное потепление и другие проблемы экологии прозвучали в докладе сотрудника Росприроднадзора Республики Саида Урчуковой. Проблемы окружающей среды приобрели глобальный масштаб и основой развития человечества должно стать содружество человека и природы. Каждый должен понять, что только в гармоничном сосуществовании симбиозе с природой возможно дальнейшее развитие нашего с вами общества. Но уроки рассказали об основных мероприятиях по охране окружающей среды, таких как создание очистных сооружений, использование менее загрязняющих видов топлива, раздельные сборы и утилизации мусора и других. Школьница Эмилия Барлакова на уроке по экологии получила новые знания. Потому что земля – наш дом, мы здесь живем. Это должно быть важно не только для людей, которые этим занимаются, а для нас тоже. Было очень интересно. Я считаю, что такие уроки нужны, потому что люди должны знать, что происходит в мире, потому что экологические проблемы очень даже заметны сейчас. И люди должны беречь свой дом, где мы живем, должны беречь природу. Ребятам показали несколько видеороликов о теме важности охраны окружающей среды и призвали участвовать во всех экологических акциях. В особенности «Экология – дело каждого». 31 марта 2021 года была назначена премия «Экология – дело каждого». Одним из инициаторов выступал, конечно, Росприроднадзор во главе со Светланой Родионовой. И мы, являясь проводниками идей Росприроднадзора, сегодня проводим акции. Международная детско-юношеская акция «Экология – дело каждого» продлится до 1 октября 2022 года. Участвовать в ней могут дети и подростки до 17 лет. Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте проекта «3W – экология – дело каждого РФ». Победителей ждут призы и денежные премии. Али Баташев, Али Бастанов, Вести Карачаева-Черкесия. Росгвардейцы Карачаева-Черкесии провели урок мужества с учащимися второй школы УСДЖГУТЫ. На особенном занятии с вектором на патриотизм побывала и Фатима Даурова. С появлением подтянутых гостей в форме и без того шумный к школьной коридор оживился. В актовом зале их уже ждали старшеклассники. Такие встречи здесь часто проходят, и интерес ребят к ним с каждым разом становится всё очевиднее, поделился директор образовательного учреждения Тимур Айбазов. Сотрудничество с подшефными классами работников и служащих Росгвардии очень положительно влияет именно на моральный дух современной молодёжи. Они не поддаются каким-то провокационным тенденциям, которые мы можем сплошь и рядом видеть в различных соцсетях. Встреча с бойцами ОМОН и представителями региональной общественной организации ветеранов войск правопорядка сложилась в формате диалога. Подполковник милиции в отставке Сергей Кузнецов поделился историями реальных случаев в ходе несения службы. Одна из них – о похищении малолетних детей и спецопераций по их освобождению. За 5-6 дней он смог выявить, где находятся детки, и тогда уже мы штурмом заплатили эту группировку и детей. Дети содержались, вот я о жестокости, содержались в подвале, в яме, в земляной яме, вот 3-5 лет. Кормили огрызками. Вот когда мальчика и девочка доставили, они были все в язвах, завшивленные, синюшные от голода. Ну, это страшно. У бойцов слезы на глазах были, когда мы их привезли сюда, в Черкесск. Вспомнили трагедию Беслана, которая сотрясла мир своей жестокостью и унесла жизни ни в чем не повинных детей, родителей, сотрудников правопорядка, бойцов Альфа. Такие встречи, как сегодняшние, учат детей быть бдительными, не поддаваться панике, воспитывают чувство ответственности и патриотизма. Сотрудничество с ОМОН-управлением Росгвардии по Карачаево-Черкесии оказало большое влияние на патриотическое воспитание обучающихся. Совместная работа дает положительные результаты. Дети знают историю своего края, родины, имена героев, земляков. В нашем классе должна быть дисциплина, так как мы класс ОМОН. Мы должны быть примером для остальных классов. Такие разговоры о важном с этого года в школьной программе будут идти особняком. Учебная неделя будет начинаться с патриотических уроков любви к родине во всех школах страны. Фатима Даурова, Мухаммед Дашибоков, Вести, Карачаево, Черкесия. Это все вести на сегодня. Приятных вам выходных и всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова